девочки на улице ливень всю ночь весь день прямо льет как из ведра вообще а я лежу мы же вчера заехали в кафе покушали и я съела видимо там соленый огурчик был или только марок шарик мороженого я даже не пойму короче я отравилась я отравилась и мне так плохо прямо было всю ночь сегодня утром не на пришла принесла мне на леске чай очищение какой-то там брусника в общем еще что-то я заварила заварила меня горячей попила вроде полегче стало вообще так все суставы прямо вот все пальчики все так ломала это кошмар какой-то в общем вот так вот не знаю без строганов был но он свеженький даже говорить не могу в общем валяюсь девчонки отлеживаюсь еще хотела завтра лететь домой а самолеты билеты на воскресенье подорожали почти в два раза на воскресенье 8000 лететь тут до краснодара час до какой час 30 минут а на понедельник уже 4000 билеты поэтому я в понедельник полечу ниночка мне увезет поднедельник домой так что вот такие дела девочки ничего прямо не хочу съела сейчас полбанана добила этот чай еще 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 коктейли у меня есть и кушать все равно надо что-то сейчас коктейль наверно забью коктейль че хорошо что коктейли с собой взяла вот знаете такой случай когда уже есть не хочется идти куда-то надо так коктейль выпила и все так вот вот такие дела вот такие ливни ливни щи прямо прямо как из ведра льет и не останавливается настоящий тропический лень у нас знаете в краснодаре прольет и все и потом час-два нету можно куда-то идти потом накрапывает опять ливень прольет а тут прямо льет как из ведра это вообще кошмар какой-то вот один день только застали мы прилетела я на следующий день была очень хорошая погода мы нагулялись и вот такие дела девочки сегодня я уже нормально нормалек только пью 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 ушла в запой и мы с ниночкой сегодня решили поехать не на повезла меня к своему подологу девочки кто знает кто такой подолог это узнает вот я хочу показать свои ноготки на ногах подологу специалисту ну и все и погуляем потом поедем не на куда мы моремол моремол поедем потом в общем а погода дрянь я такого давно уже не видела только на урале у нас идут такие дожди мы сами в шоке да вот прямо льет не переставая уже в двое суток у нас последний раз такой знаете холодный противный как на урале хочу домой в краснодаре там снег идет в краснодаре нет михалыч сказал нет нормально у них сухо дочь просветы все мы выехали у нас просвет дочь но и только на море вот такие дожди наверное на бывает потому что мы в новый год были в и в этом в анапе и там тоже вот такой дождь лил все пять дней сколько мы там были так что на море вот такая погода девочки бывает все нет вообще в комментариях зачем мама пишет пишите по и на скажи какая погода у вас в мае какие нам вещи с собой брать мы отдыхать собираемся я тут не знаю какая погода завтра будет они не промай спрашивают не ну тут любом случае двое кроссовок надо брать это точно надо брать и куртку одну петровку зонтик обязательно дождевик обязательно затем вот жилетку я не сколько вот ты не жалеешь что взяла жилетку толстов или какую-то вот теплую кофточку всех дождевиках дождевиках ходят может быть с утра дождь а потом во второй половине дня вот как я приехала на второй день прямо солнце выглянуло и мы гуляли целый день с удовольствием этого это нечто в солнечную погоду гулять по ялте по сочи это дорогого стоит а так дожди дожди все это ну правда быстро все высыхает вот это радует что даже в мае надо обязательно джинсовку какую-то брать или толстовки с собой потому что погода непредсказуемая даже вечером накинуть я просто вспоминать даже летом когда у нас жара стояла тут днем допустим 30 35 было градусов цену вечером уже такой прохладнее моря особенно нужно накинуть что ему как то так но я ниночку-то периманиваю в краснодар поближе манит 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 ма приезжая вот думаю надо перепирать памяти поближе хочу чтобы не нашла рядом со мной рядом ночью я так подумала можно в принципе ездить туда и отдыхать да конечно приехал 5 дни отдыхнула и краснодаре там все равно жизнь не боится все уедем серёга потом приедет и нам будет накачивание качок конечно же другого ответа нет да 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 все в этом золотом чайнички травяной отвар не могу на пиццу это не дали жареной хинкай но еще не сертиночка заказали по яблочному что он не может выдержать нашего темпа нашего темпа он не может он такими дозами не ехать чипур большой сил да и все ему уже тесто наелся конечно мы знаете как это настоящие русские люди стели за стол и совершенство и удовольствие девочки смотрите какая прелесть просто дворик здесь же стол кушали обедали на свежем воздухе и дальше туда две роженькие роженьки и тётеньки стояли на обрыве скалы и любовались видами tensa Сочи. А мы в Сочи. А мы в Сочи. А мы разве в Сочи? А где мы? Мы же не в Сочи. Сочки. Я не могу. Сейчас умру. Две страшненькие-страшненькие тетеньки забрались в горы высокие-высокие, где дом стоит шикарный-шикарный, красивый-красивый. Стояли они возле этого дома. В дом их никто не пускал. Дышали-дышали свежим воздухом. А я все издевались. Девчонки, кислород стопроцентный. Это вообще нечто. Зеваем и думаем, боже мой, так хочется домой в кроваточку. И уже никакие прогулки не в кайф. Девочки, мы отель вот этот покупаем. Будем жить в отеле в этом. Будем жить в этом отеле. Будете приезжать к нам отдыхать? Пишите в комментариях. Только высоко, девочки, в горах. Девочки, ну холодина здесь. Холодно, прямо холодно. Пришлось капюшон надеть, надеть, надеть капюшон. Здесь гора холоднее намного, чем в городе. Девочки, капюшон надела, потому что замерзла. Ниночка в машину вообще села. Сережа фотографирует. А я все не могу налюбоваться. Но здесь застройка идет, участки расчищают. А там дальше море. Море, красота прям. Красота. Отель 15 апреля открывается. Отель вот этот голд. Отель голд класс. Голд класс. Вот, девочки, этот отель открывается 15 апреля. Можно бронировать места. Хороший отельчик. Свежий, новый. Я люблю новые отели. Небольшой ресторанчик. Там прямо народу будет немного, потому что определенное количество мест там. Ну, допустим, человек 10 можно будет расселять там. Очень нравится. Но вид, конечно, потрясающий. Просто потрясающий. И какой воздух. Птички поют. Да. А что ты, Сережа? Не, церковь поведен, все-таки вспомнили. Красота. Красота. Я вообще в 35. Не, хватит. 40. Не, хватит. Хорошо. Пошёл skipped. The camera is still snowing. I'm getting fired to Soda. I'm getting scared to go to Soda. The camera is still from Soda. Ну, девочки, конечно, не передать всех красот из окна машины. Ну, мы едем в центр Сочи, шопиться в море Молу. За рулем мой личный водитель, а рядом моя дочь Нинаши. А тут рядом моя личная дочь. Я обожаю эту машину. Всем привет! Все говорят, Нина, зачем тебе эта машина? Но ничего мягче в жизни и комфортнее, девочки, я не встречала. Это машина представительского класса. У меня даже, знаете, рука не трясется в обычном. Ручки трясутся, потому что я все из окон снимаю, девочки и мальчики. Ну, дождь уже, знаете, не такой, уже не льет, так мелко прокрапывает. Но завтра, сказали, будет уже погода хорошая. А мы улетаем. А мы улетаем. И решили сегодня съесть в море Молу. Как нам не пошупиться-то? Так, посмотреть в Зарочку любимую. Что нам из новой коллекции довезли сюда, посмотрим. Закат очень красивый был. Вот каких-то пять минут и уже все, и уже заката нет. Вот это военный санаторий какой-то. Ну, и что вы думаете, в десяти минут не проехали, ливнище начался? Вот, такая погода найдется. А самое, что интересное, в Адлере не будет дождя уже. А в Адлере дождя уже не будет. А в Сочи дождь. Вот какой крупный, синий. Синичий. Тоже вот так не угадаешь, да, девочки? Что приехать на пять, на шесть, на семь дней. Все. Зиму. Копишь денежки. Приедешь, а вот такая погода. И не нагуляться. И не погулять, и не отдохнуть. Так, лежать в номере тоже не интересно. Девочки, я в шоке. Но там издевается дочь родная. Она привезла мне на вокзал. Я сказала, мама, выхвати. А на улице ливень. И я сижу такая обескураженная. Она, конечно же, шутит. Шутит. Мы дверь закроем, мама. А ты будешь под дождем стоять. Без зонтика. Без вещей. Без ничего. На людей посмотреть можно. Никого нет. Чашечка пуччина без сахара. А где мой десерт, Ниночка? Ты не знаешь, где мой десерт? Да. Мы следим за вами. Девочки, ну как всегда я в Блэк Стар. И Левочке подбираю костюмчик. В том году мы здесь покупали ему костюм. Как всегда, выбор большой. В общем, выбрала вот такую ему толстовку. Блэк Стар. Тринадцатый номер. Где-то с такой же полоской, с красной брюки. Все это вышло мне где-то около 6 тысяч рублей. Но это очень модно, стильно. И вещи очень классного качества. Их стираешь, им ничего не делается. Они, во-первых, и усадку не дают, и не скатываются. Сережа, у нас сегодня фотомодель. Те классные, да, костюм был? Ну и вот эти тоже. Нет, эти тоже мужчины. Под них надо черную толстовку купить. Так, идти от ушли, хорошо. Повернись, повернись. Не знаю. Короче, мне нравится с красным. Нина повезет. Сережа в аэропорт, мама в аэропорт. Машину в ремонт. Останусь я одна, одинешек. Опять. Грусть, печаль. Сиди и довольны. Оси свои там корчат. Вот. Одно видео снимает, второе ржеты. Да блин, на Нине вообще не весело. Ниночка одна завтра остается. Все мы одни остаемся в итоге. Короче, ребята. Прямой эфир у Сергея Полика был у Нины Ши. Все, начался жесточайший ливень. Сергей с Ниной выскочили из машины. Нам, дай фонарик. На тебе. А вот твой телефон. А у меня этот. Сейчас, Ниночка. Сейчас, дочь, подожди минутку. Блин, засуетишься, когда все капец. Короче, Нина с Сергеем выскочили. Из машины быстренько в багажнике достали антифриз. Сейчас заливают. Ливень, слышите? Капец. Капец. Хоть бы до дома доехать. Девочки, мальчики. Ну, мы стоим на трассе. У нас закипела машина. Потому что вентилятор попал в воду. Такие ливни ужасные. На воду еще. Нина заливает Сергеем антифриз. И ливень опять начался страшенный. Боже мой. Так провели четыре дня эти. Хорошо втроем мы похохмели, повеселились. Единственное, я вчера немножечко отравилась. Траванулась. Позавчера. Вчера весь вечер лежала, весь день. Свет. Тебя ждем, пока разгерметизируется все. Короче, у нас запотели все стекла. Антифриз долили. Машина вроде немножко остыла. Ливень страшенный идет. Идет как из ведра. Нина замерзла. Сергей замерз. Одно мне тепло. Я сижу здесь как в танке. Мне кажется, я и жить могла бы в этой машине. Тараканы есть. Тараканы есть. Знаете, сколько здесь машин таких стоят? По улочкам. Там уже и колеса спустили. И вся машина заполнена этими клетчатыми сумками. Представьте, люди приезжают просто и живут в этих машинах. На юге же. Что там? Четыре места перезимовать. Это ерунда. Зато на море. Вот такие дела, девочки. Видите? У нас восемьдесят свеки. Ну, короче, мы проезжаем все тоннели и сидим. Машина не едет. Все. Слушайте, ну, потихонечку проезжаем. Еще один тоннель проехали. Все. Машина греется. Нина, еще там антифриз немножко нашла у себя. И воды у нас нету с собой. Ну, хоть бы еще. Еще один тоннель остался, коротенький. Если проедем, то может доедем. Если нет, придется эвакуатор вызывать. Вообще полная жопа. Думаешь, круглосуточно в горах. Девочки, ну что, мы проезжаем один тоннель за другим, останавливаемся и стоим. Время 22.51. Полная задница. Не знаем, что делать. Эвакуатор будет только через три часа. Сереге лететь в девять. Мне лететь в четыре. Что делать, не знаю. Нашли какую-то заправку здесь. Через пешеходный переход. Идти где-то километр. Не знаю. Что интересно. Ни одна полиция нахер не подъезжает. А потому что всем срать. Всем срать. Всем срать. А когда по городу ездим, всем насрать. Вот так. Девочки, ну все, мы проехали все тоннели. Дотянули до Роснефти. Нина побежала за чем? За антифризом? За антифризом, да. Побежала. Взять, чтобы было. В общем, нам так помог перед тоннелем мужчина. Сережа вышел. Давай голосовать. И мужчина остановился. Дай бог ему здоровья. Такой, ну, в возрасте уже, как я. Я ему сказал спасибо, добрый человек. Да, он тоже возит с собой воду. Потому что у него тоже проблемы с чем? С двигателем. Ну, не с двигателем. С перегреванием. С перегреванием. Еще такие дела.